Морозы эти мы переживем. Основные службы жизнедеятельности города готовы противостоять натиску сильных холодов. Повысить показатели производства в филиале «Газпромнефть-Муравленко» объединили два цеха по подготовке и перекачке нефти. Проект эффективен и востребован. Активисты народного контроля после новогодних каникул вновь приступили к инспектированию торговых точек нашего города. Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медуслуг. На Ямале принята государственная программа развития здравоохранения на 2014-2020 годы. Новая программа призвана обеспечить приоритет профилактики в сфере охраны здоровья, развитие первичной медико-санитарной помощи и взаимодействие государственной и частной систем здравоохранения. Кроме того, комплекс запланированных мероприятий позволит повысить эффективность оказания специализированной, включая высокотехнологичную и скорой медпомощи, медицинской эвакуации, а также обеспечить медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей. Основными результатами реализации запланированных мероприятий станет снижение смертности населения, в том числе материнской, младенческой, а также от болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований, туберкулеза и дорожно-транспортных происшествий. Предполагается также увеличение кадровой обеспеченности учреждений здравоохранения округа и повышение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование. До 200% от средней заработной платы в округе, до 100% заработной платы среднего и младшего медицинского персонала. Продолжительность жизни ямальцев к 2020 году должна увеличиться до 74 лет. На Ямал надвигаются сильные морозы. В большинстве населенных пунктов температура воздуха понизится уже сегодня. А к выходным в регионе прогнозируют, что столбик термометра опустится до отметки в минус 50. Самую суровую стужу ожидают в Новом Уренгое, Красноселькупе и Таркасале. Сейчас общая температура по региону колеблется от 32 до 37 градусов мороза. Один из главных вопросов, который в эти дни волнует жителей нашего города – готовы ли службы жизнедеятельности города противостоять натиску морозов, рассказывает Татьяна Бойко. Вот уже несколько дней у Муравленка столбик термометра не поднимается выше 35 градусов мороза. В выходные, по прогнозам, похолодает еще. При этом горожане могут быть спокойны. В квартирах, детских садах, организациях, учреждениях будет тепло. Подготовка к зиме велась все лето. Паспорт готовности к осенне-зимнему периоду Муравленка получил первым на Ямале. Все, что мы планировали в рамках подготовки к зимнему периоду, эту работу мы все сделали. Поэтому я думаю, что ничего страшного нет. Морозы мы переживем уверенно. Не один месяц предстоящим холодам готовили жилой фонд. Особое внимание уделили деревяшкам. Утеплили соколи, заизолировали трубопроводы. Первые испытания морозами, которые ударили в начале января, прошли успешно. Массовых перемерзаний водоснабжения не было, отмечают в одной из управляющих компаний. Заявок от населения поступает немного. В подрядной организации ВООТС хватает и материальных, и людских ресурсов. То есть все, техника есть. Если, не дай бог, что-то случится, конечно, будет ликвидация аварийных ситуаций. Но главное, чтобы оборудование Ямал-Коммун-Энерго не подвело в эти морозы. Это основное. Ямал-Коммун-Энерго морозы встретил, что называется, во всеоружии. Предусмотрены все ходы на случай любой чрезвычайной ситуации. Сейчас в сердце города центральная котельная работа идет в штатном режиме. Что касается сегодняшней температуры наружного воздуха и загрузки оборудования, то загрузка оборудования на сегодняшний день находится в рациональных пределах. Насосное оборудование и генерирующие источники у нас подобраны в соответствии с тем температурным графиком, который мы на сегодняшний день соблюдаем. Если в городе минус 36, то на трассе уже за минус 40. При въезде у Муравленка уже работают передвижные пункты обогрева. Об этом позаботилась городская администрация совместно с ГИБДД. Водителям и пассажирам проходящего транспорта предлагают выпить горячего чаю и перекусить бутербродами. Автоинспекторы в эти дни работают в усиленном режиме. Нередко в такие морозы отказывает топливная система грузовиков. Да и от поломок незастрахованные легковушки. В таких случаях мы начинаем оказывать помощь. То есть либо отогревать как-то, либо просто людей увозить, если не можем, на месте завести транспортное средство. То есть помощь в любом случае будем оказывать, как делали это и раньше. Единственная просьба к жителям города, чтобы не выезжали без необходимости за территорию города, потому как все-таки это опасно. А тем, кто все-таки не сможет отказаться от загородной поездки, сотрудники автоинспекции напоминают о правилах личной безопасности. Нужно в дорогу обязательно взять теплые вещи, запасную канистру с бензином и, конечно, мобильный телефон. По прогнозам синоптиков, сильные морозы на Ямале продержатся до среды. В Муравленко стартовал месячник оборона массовой и спортивной работы, посвященный Дню Защитника Отечества. Он призван повысить уровень военно-патриотического и спортивного воспитания молодежи, престижа военной службы, сформировать уважительное отношение к защитникам Родины. В рамках месячника, который продлится до 23 февраля, в образовательных учреждениях города пройдут мероприятия, посвященные Дням воинской славы с приглашением представителей военного комиссариата и полиции города, ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий в Республике Афганистан, участниками вооруженных конфликтов. В течение месяца для школьников будут организованы классные часы, беседы, экскурсии, конкурсы, книжные выставки, вечера памяти и спортивные соревнования. Я прошу вас подключиться. Может это дань тем, которые, это небольшая только дань, вот тем людям, которые являются нашими предками и которые могли бы прожить намного больше, но одни отдали свою жизнь за ваше светлое будущее. Активисты народного контроля в минувшем году провели около 30 рейдов. Участие в них приняли более 60 человек. В результате инспектирования торговых точек в отдел Роспотребнадзора было подано 19 заявлений о несоответствии качества товара в нескольких магазинах нашего города. Сумма взысканных штрафов по этим обращениям составила около 70 тысяч рублей. Эти цифры доказывают эффективность и востребованность проекта «Народный контроль». В рейде может участвовать любой желающий. В очередном, который прошел накануне, впервые участвовали молодогвардейцы. Все подробности у Аллы Кашкаровой. В этот раз участники проекта «Народный контроль» решили проинспектировать три магазина. Первым стал «Абсолют». Впечатление положительное. Все аккуратно расставлено, чисто, вежливый персонал. Тем не менее, активисты нашли некоторые недочеты. Праздничный холодец. Покажите мне, кстати, эту коробочку. А, вот он, 26 декабря 2013 года. Он уже месяц как здесь стоит. Такого быть не может. Мы только получили их на кладу. Он уже лежит месяц. А срок хранения его – семь дней. Нет, мы только получили его. Это, я понимаю, вы только что… Это уже наша вина. Это ваша вина. Просроченным оказался салат из кальмаров. И, судя по внешнему виду, несвежим был и китайский салат. Выпечка на витрине открыта. Нарушения сразу устранили. Пирожки накрыли пленкой, а просроченный товар убрали с полок. Пока народные контролеры сделали продавцам и владельцам магазина устное предупреждение. Через некоторое время в торговый павильон «Абсолют» они вновь вернутся с проверкой. Магазин для всей семьи народный контроль посещает повторно. В прошлый раз здесь не оказалось сертификатов соответствия качества на одежду и не было информации о товаре на русском языке. Некоторые нарушения устранили. Документацию перевели в порядок. Повесили ценники на игрушки и обувь. Но одежда все еще без опознавательных знаков. Владелец магазина объясняет, что товара слишком много. Ценники просто не успели расставить. Активисты народного контроля предоставили еще один шанс на исправление оставшихся недочетов. Камеры, зачем вы зашли? У вас не надо ничего снимать. Вы не имеете права. Нет, не имеете. В магазине «Три Семерки» нас встретили агрессивно. Продавцы не то, что не шли навстречу, а откровенно хамили. Конструктивный диалог здесь не получился. В ближайшее время в магазин «Три Семерки» с неплановой проверкой приедет Роспотребнадзор. Там будет зависеть от того, что Роспотребнадзор там найдет, какие виды нарушений. Мы не имеем права входить в складские помещения, а вот Роспотребнадзор, он имеет право и в складские помещения зайти, и там все проверить. Если они обнаружат там еще завалы, то, естественно, наказание будет довольно жестким. А нарушений в этой торговой точке достаточно. Уцененные продукты, которых в принципе в продуктовом магазине быть не должно, неправильное хранение мороженого, весовая продукция непонятного происхождения. Впрочем, на торт принесли этикетку со странным названием «Школьная». Однако хитрость продавца не оправдалась. Этикетка оказалась от товара с истекшим сроком годности. Этот рейд был организован в соответствии с поступившими жалобами от горожан на торговые точки. В 2014 году народные контролеры планируют составить график инспектирования магазинов. При этом проверки по жалобам жителей города останутся первоочередными и будут проводиться отдельно от графика. Все зависит от воспитания и уровня культуры. На днях в Ледовом городке неизвестные сломали несколько фигур. По словам специалистов управления коммунального заказа, всего было повреждено около 45% ледовых скульптур. То, что в городке побывали вандалы, обнаружил сторож. Сломанными оказались ограждения и сказочные фигуры. Не пощадили и ледовую стену, которая ограждена новогодняя ель. В этот же вечер специалисты УКЗ постарались хоть как-то сохранить ледовое строение и, несмотря на сильный мороз, восстановили часть поврежденных фигур. Отмечу, что подобный случай произошел в Муравленко и в прошлом году. Тогда, по вине хулиганов, раньше времени пришлось полностью разобрать ледовый городок, так как он представлял опасность для детей. На душе отложились очень неприятные такие моменты, когда пытаемся сохранить, пытаемся поддерживать, чтобы радость у жителей нашего города продлить Новый год, радость Нового года. И посмотрите, все-таки холод такой стоит. Да, детки идут и играются, и катаются. И это тоже радостно. Хотелось бы обратиться к людям о том, чтобы более бережно отнестись к этим фигурам, как можно дольше сохранить их, чтобы больше приносило радость и детям было где поиграть. К другим темам. Оптимизация расходов, повышение производственных показателей и улучшение качественного конечного продукта. Для достижения этих целей в «Газпромнефть-Муравленко» объединили два цеха по переработке и перекачке нефти. Теперь самый крупный цех на предприятии включает в себя 18 производственных объектов, на которых трудится более 300 человек. Денис Максимчук побывал на ЦППН и узнал, какие дивиденды получило предприятие от слияния двух цехов. И не произошло ли в связи с этим сокращение рабочих мест. Отведение двух ЦППН выиграли все. Этот вывод можно сделать не только со слов начальника цеха. Очевидно, что при оптимизации производственного процесса освобождаются неиспользуемые территории и помещения, которые, как минимум, теперь не нужно будет отапливать и освещать. Кроме этого, снижаются расходы на транспорт и обслуживание оборудования. Отрадно то, что при объединении цехов, а соответственно и при уменьшении количества производственных объектов, не произошло сокращение сотрудников. Сокращения штата персонала вообще не было. То есть все люди, которые работали по ППН-1, по ППН-3, все именно с ППН-3, они были переброшены на объекты, на все месторождения, которые у нас были. До этого не было приема на работу людей, наших операторов. В основной профессии у нас операторы обезвозчиков, обезвозчиков установок. Они перешли на другие объекты, потому что были вакансии. Ни один человек не был сокращен. В результате слияния двух цехов были закрыты все объекты, необходимость которых при внедрении современных методов добычи и транспортировки черного золота просто отпала. Это, к примеру, дожимные насосные станции на Муравленковском и Помальяхинском месторождениях. Оборудование с них демонтировано. Часть ушла на запасные части, остальное вывезено как лом черных металлов. Подрядной организацией была произведена ликвидация объектов. То есть там чистая территория, все обрано, экологически все чисто. То есть под ноль. Вот как было до этого, так оно и есть. И то есть те объекты, которые закрываются, они соответственно с сформированным планом, утвержденным генеральным директором, они будут ликвидироваться. То есть если он закрыт, он не должен простаивать. Зачем? Оптимизация производственного процесса и снижение расходов напрямую связаны с автоматизацией. Современные технологии позволяют обеспечить бесперебойную добычу углеводородов и контроль за их переработкой и транспортировкой практически без участия человека. На каждом объекте находятся как минимум 2-3 монитора, системные блоки, система учета, все автоматизировано полностью. То есть везде работает автоматика. Оператор, находясь на объекте, он видит все параметры. Так же, как и я, здесь спокойно могу посмотреть, открыть любой объект филиала. И посмотреть, что творится на объекте на данный момент онлайн. На сегодняшний день в цех подготовки и перекачки нефти не только крупнейший «Газпромнефть-Муравленка», а один из наиболее оснащенных современным оборудованием. В составе цеха осталось только три так называемые сырые дожевные насосные станции. Они поставляют на ЦППН нефть, только частично очищенную от попутного газа. Но их в ближайшее время планируется оснастить современным оборудованием. Остальные же ДНС не только отделяет газ, но и разделяют нефть и воду. Причем углеводороды по трубопроводам направляются для дальнейшей переработки и транспортировки. А подтоварная вода используется цехом по поддержанию пластового давления для дальнейшей добычи черного золота. Денис Максимчук, Андрей Нагибин, Телерадиокомпания, Муравленко ТВ. 25 января в России отмечают День студента. В народе его еще называют Татьяниным днем. Так совпало, что именно в этот день, в 1755 году, императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета. Таким образом, святая Татьяна стала своеобразной покровительницей этого учебного заведения и всех, кто грыз и до сих пор грызет гранит науки. После образования на месте Российской империи страны Совета в Татьянин день, как православный праздник, был упразднен. А вместе с тем позабытым оказался и День студентов. Лишь в 2005 году эти даты вернули в календарь праздников. В Муравленко на сегодняшний день в филиале Тюменского нефтегазового университета обучается 252 студента-заочника. В Муравленковском многопрофильном колледже по очной и заочной формам обучения получают знания 650 студентов. Этот праздник в нашем городе отметят 25 января мероприятиями и праздничной дискотекой в клубном учреждении Лира. Для студентов нашего города выступят представители клуба «Веселых и находчивых». Конкурсную программу с призами проведут и представители молодой гвардии «Единой России». Сразу после выпуска новостей смотрите в эфире программу Анастасии Поповой о жизни студентов нашего города от сессии до сессии. А на сегодня это все новости. Я благодарю вас за внимание. В студии работала Светлана Грачева. Приятных вам выходных дней и постарайтесь провести их с пользой. Атмосферное давление повышенное – 753 мм втутного столба. В воскресенье 26 января в Муравленко также пасмурно, похолодает еще сильнее. Днем столбик термометра становится на отметке минус 44 градуса по Цельсию. Ветер северный и северо-восточный – до 2 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное, повышенное – 758 мм втутного столба. Планируете ремонт? Ищите лучшее предложение? Считайте, что нашли! В Кераме при покупке сантехники – керамическая плитка со скидкой 20%. Для ваших планов есть Керама. Керамическая плитка